Хотелось бы, конечно, вспеть, что счастье вдруг постучалось в двери. В счастье в нашей двери с Максимом стучалось 5 лет назад, даже 6, когда мы делали реалити-шоу, и вот со мной счастье оделся в инцентр и расплатился в ванной, который сейчас не захотел поменять. Ну ладно, это на совести других людей. Мы за счастьем сюда за другим приехали, в центр Вианор, потому что все как-то поворачивается к нам, к россиянам. Суды к заемщикам, банки, за исключением ОАО, двигаются в стороны, вот. А тут Вианор, он всегда был таким демократичным, а сегодня оказывается это не просто демократичный, это максимально доступный сервис, где вы можете поменять не только свои колеса, но и фирменные все-таки Нокиа. Оказывается, можно залить и моду по весьма великолепной цене, и Эссе, поменять тормозные колодки, в общем, что-то изменяется в королевстве гадском, в смысле королевстве датском, в смысле королевстве магнитогорском, в лучшую сторону. К великому сожалению, время массовой покупки населением интересных автомобилей прошло, и на сегодняшний день меню автомобильных блюд скучно и однообразно, и это судьба наша. Зато наступил крутой поворот в отношениях с автолюбителями, и тенденция в сервисах мелких была поддержана фирмой самой крупной в городе. И результат налицо. Обслуживаются автомобили и свои, и в большей мере другие, да по одной простой причине, с должным качеством, с приемлемой ценой и скоростью. Лично у меня вот фирменные центры вызывают некоторые опасения. Кажется, что там люди готовы просто с вас бешеные деньги взять. Здесь как? Ну, здесь по ценам все нормально, в принципе, зашел. И продавцы отлично проконсультировали меня, что именно, ну, больше и больше подходит к моей машине. Вот, ну и по ценам тоже, в принципе, все нормально. И автосервис под боком. Заехал, поменял. То есть можно купить фирменную, вот смотрю, даже Вианоровскую, Нокиеновскую, Хакапелиту, тут же шиномонтаж сделать, и это все на отечественном автомобиле, что ли? Не жалко ли? Да нет, в принципе, качество-то оно везде, лучше будет. То есть можно ездить на отечественном автомобиле, не экономя на импортной везде, не так получается? Ну, получается так. И заливать масла, Мобил? Спокойно. И колодки менять? Ну, а что еще делать? О, как интересно. Ну, да ладно. Радует то, что под боком здесь, в спальных районах, такой хороший сервис? Ну, очень радует, потому что я живу через дорогу, переехал, я уже все здесь, что надо купил, быстренько поменял, и все. Центр Вианор, что на Советской, 160, а это и стройдвор, и многое чего. На месте бывшей станции техобслуживания единственное предприятие, сохранившее автомобильную направленность. Все остальное здесь – это базар по сути. Естественно, в таком месте с населением под 200 тысяч человек заботиться о тех, кто имеет достаток, достаточный для покупки недорогой машины, надо. И дело это сделано. Конечно, реально необходимо расширить мощности, но если ажиотаж в переобувке – это обычное дело, то экспресс-замена масла и рабочих жидкостей как нельзя в тему. И тут особой спешки быть не должно. Человек ведь не спеша и с умом деньги тратит. Всегда захожу в Вианор и, честно говоря, меня любители отцацок всяких новых автомобильных прибамбасок, финтифлюшечек и резины в том числе тянет прикупить что-то. Там евро, а здесь цены не евро, вполне человеческие. Абсолютно верно. Мы не задираем свои цены на свои услуги, на товар. Абсолютно любой человек может приехать к нам. Поэтому обслужиться у нас качественно недорого. И самое главное, здесь в новых районах – это один из самых лучших центров, я считаю. Потому что быстро, удобно и надежно. А я еще обратил внимание на ваши дивные ценники. То есть есть вот иномарки, есть отечественные автомобили. И разницы иногда практически нет. Ну, если там 50 рублей – это всего. В чем загвоздка? Казалось бы, иномарка, так все сложно. И надо обязательно лапсануть по этому толстяку с бабусиками. Нет, здесь мы придерживаемся другой политики. В чем заключается она? Мы не лупим таких цен, но в то же время мы делаем те же самые практические работы, кроме крупных ремонтов. То есть все полностью ТО мы можем взять на себя. Расходники есть на втором этаже в магазине. Ребята обучены все это поменять вам. Поменяют они это быстро, качественно. Вы уедете довольны, довольны за то, сколько вы заплатили и то, как вам это сделали. Мы не обдираем своих клиентов, мы их любим. Ну, и как центр, который продает больше всего автомобильной резины, ну, так уж традиционно, если переобуться, потому что достаточно скоро, все-таки будем надеяться, морозы уйдут, и мы захотим ездить чуть-чуть побыстрее и на другой резине. К примеру, шиномонтаж 13-х полный, все четыре колеса стоят 550 рублей, 16-й у нас стоит, любая машина, 750 рублей, 16-й диаметр. И джип в том числе, что ли? Джип немножко подороже, там расценки начинаются от 800 рублей, но там и машина другая. Ну, понятно, да? Обслуживаются машины все, место удобное, цены нормальные. И грамотная альтернатива, а точнее, дополнение к жененому шоппингу. Забота о том, кто, а точнее, что жен и вас, и детев ваших возит. Я как-то говорил, что автомобильный центр города – это Ленинский район. Ну, потому что скопище сервисов дешевых и доступных, и цены там дешевые и доступные. Естественно, большая часть жителей Магнитогорска живет в Ворожене-Киевском районе. Тут никуда не поделаешь. Люди любят экологически чистое серое небо. Вот, ну и едут сюда. Тут уже дальше маются. Потому что, ну, где обслуживаться-то? Сейчас есть место. Советская 160. Веонор. Меняем масла, колеса переобуваем и делаем ТО по нормальным, а не заоблачным ценам.